Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Знать свою веру и жить по вере – призвание и священный долг каждого крещеного человека. Лишь познающий ее способен любить, дорожить, хранить и передавать другим это бесценное сокровище. Необходимость духовного просвещения людей словом «веры» хорошо осознавали все святые отцы и многие проповедники, в том числе и святой праведный Иоанн Кронштадтский, который с самого начала своего пастырского служения проводил с народом катехизические беседы, наставляя в истинах православной веры и церковной жизни. Тексты катехизических бесед были составлены и произнесены им в Андреевском соборе города Кронштадта в первые годы его пастырского служения и впоследствии одобрены и изданы указом духовной консистории. В настоящее время эти беседы вышли в свет в издательстве «Отчий дом» в книге, которая так и называется «Катехизические беседы в Кронштадтском Андреевском соборе». Как отмечает в предисловии книги священник Александр Зелененко, в просветительском служении церкви катехизация имеет важнейшее значение. Катехизация — это наставление в вере и оказание необходимой помощи человеку в сознательном и ответственном вхождении в жизнь церкви, в приобщении к христианскому образу жизни. «Преемство веры, заповеданное Христом Спасителем своим ученикам, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, сохраняется как непреложное правило введения в церковь новых ее членов». И церковь призвана сохранять и передавать веру, продолжая дело Христа в исполнении слов Его, «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Пренебрегать осуществлением катехизации как вероприемства сегодня значит забыть важность божественного повеления и предания церкви, а такое забвение уже привело Россию в XX веке к духовной катастрофе, в результате чего целые поколения людей оказались оторванными от веры и церковной жизни. Отступление от веры привело к великим скорбям и страданиям наш народ, о которых пророчески предупреждал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В настоящее время возникла острая необходимость обучения крещеных людей основам православного вероучения, так как за последние столетия христианское образование в нашем Отечестве оказалось практически разрушенным. Большая часть нынешних христиан, по словам отца Александра, бывают в церкви, образно говоря, всего три раза в жизни при крещении, венчании и отпевании. Чтобы исправить это плачевное состояние, необходимо проводить духовно-просветительскую работу с людьми, готовящимися принять таинство крещения и с теми, кто уже крестился. Необходимо повсеместно возрождать практику огласительных и катехизических бесед о вере и церковной жизни, понимая, что все наши бедствия есть следствие ослабления духовной жизни. Это сейчас осознают все неравнодушные к судьбам людей, церкви и Отечества пастыри и миряне. Катехизация, подобно солнечному лучу, должна проникать во все слои общества, охватывать всех, чьи сердца ищут живой веры в Бога, подобно тому, как евангельское благовестие проникло во все концы Вселенной. Основная задача катехизации — пробудить сердце человека, чтобы он, услышав слово благовестия, обратился ко Христу, решился отложить свои прежние греховные привычки и начал путь богоугодной жизни. Достижение этой цели во многом зависит от личных и духовных качеств самого катехизатора, его ревности и искреннего желания привести людей ко Христу. Слушающие должны видеть в нем живой пример исполнения евангельских заповедей, пример любви и заботы о ближних, которому сразу захотелось бы последовать. Митрополит Антоний Сурожский говорил об этом так. «Человеку, чтобы уверовать, важно увидеть в глазах верующего человека свет вечной жизни». Такой свет исходил от отца Иоанна Кронштадтского, а пример его жизни во Христе, слова проповедей и поучений пробуждали и покоряли десятки тысяч людей, которые, по его примеру, вставали на путь спасения. Беседы, которые представлены на страницах этой книги, не содержат красивых слов и оригинальных выражений, но отличаются ясностью и глубиной мысли, опирающиеся на библейский текст и святоотеческие творения. Составлены они ясно и доступно для понимания даже простыми людьми. Умение сказать просто о вещах сложных и трудных для восприятия – это особый дар, которым при исключительной богословской учености обладал отец Иоанн. Святые церкви, жившие под водительством Духа Божьего, наши лучшие учителя. В каждом слове кронштадтского пастыря чувствуется особенная сила, как отражение силы его собственного Духа. Первые четыре беседы посвящены учению о Боге, Пресвятой Троице, которая, по словам святого праведного Иоанна Кронштадтского, так важна и судьбоносна, что в вере христианской нет ничего важнее и возвышеннее этого учения. Это учение, как отмечает отец Александр до конца, непостижимое для человеческого ума, излагается им просто и понятно. А святой Иоанн об учении о Пресвятой Троице говорит, что оно так важно, что в вере христианской нет важнее и возвышеннее этого учения. А все другие знания человеческие, относящиеся к земной жизни нашей и не касающиеся веры, если взять их вместе, в сравнении с познанием единого Бога в Троице поклоняемого, то же, что едва заметная точка. Потому что Бог есть источник всякой премудрости и знания, и познание Бога во Святой Троице есть жизнь вечная для разумных тварей. Без исповедания Пресвятой Троицы нет христианства. Без исповедания Пресвятой Троицы у нас не было бы ни церкви, воспитывающей нас для неба, ни таинств, которыми она освящает, подкрепляет и руководит нас в страну бессмертия. Без учения Святой Троицы страшный суд, воскресение мертвых, воздаяние каждому по делам в будущей жизни были бы для нас пустыми словами. Вот как важно это учение, поэтому беседа о Пресвятой Троице и открывает эту книгу. В последующих беседах также доступно излагается о Боге Творце и промыслителе мира, о грехопадении, об искуплении рода человеческого Христом Спасителем. Поэтапно проводя слушателей по пути познания основ православной веры, отец Иоанн призывает активно включиться в жизнь Церкви, участвовать в ее таинствах с тем, чтобы по-настоящему встать на путь покаяния, доброделания и спасения души. Беседы катехизического содержания святого праведного Иоанна Кронштадтского, впервые изданной в 1859 году, и сегодня могут принести неоценимую пользу в деле духовного просвещения. Они отличаются простым, ясным и подробным изложением глубочайших истин православной веры. В каждом слове кронштадтского пастыря чувствуется особенная сила, как отражение силы его собственного духа, ведь пример его жизни во Христе, его проповеди и поучения пробуждали и обращали на путь спасения десятки тысяч людей. Эта книга будет полезна как тем, кто только начинает свой путь христианина, так и тем, кто давно находится в церковной ограде, священникам, катехизаторам, миссионерам и всем православным христианам, желающим лучше узнать свою веру и приобщиться к святоотеческому наследию. Дорогие друзья, наша программа сегодня подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok